Мы начинаем Наше богослужение Прославление Господа И мы приглашаем всех тех, кто может Давайте мы встанем на колени Для того, чтобы нам Взывать Господу Господь и Бог Мы взываем к Тебе О крови Иисуса И просим Прими нас в Твоем присутствии И силу крови Иисуса Христа Позволь нам войти в общение с Твобой Освободи сердца наши Чтобы имя Твое было прославлено Во имя Иисуса Аминь Присаживайтесь Мы сейчас споем Псалом Возвание Покрой меня Твоею кровью Дай мне двойную порцию Покрой меня Твоею кровью Покрой меня Твоею кровью Иисус Прими Да будет прославлено имя Господа Мы теперь помолимся ходатайственной молитвой Господу Господь и Бог Мы взываем о крови Сына Твоего Иисуса Христа Когда в этот час Мы просим Тебя О благословении Для всех Братьев и сестер Которые трудятся В борьбе против коронавируса Благослови слуг Твоих Которых ищет Твоего благословения В церквях Твоих Чтобы в этот час Ты сам Господь мог благословить их Укрепить Помочь им Помочь всем тем Кто потерял близких в этот час Чтобы Дух Твой Святой Мог принести утешение Укрепить веру И чтобы таким образом Мы могли вместе идти в вечность Во имя Иисуса Аминь Братья и сестры Мы сейчас поем псалом Псалом, который поется в церквях Который в церкви любят Бог неизменный И нет другого кроме Тебя Этот псалом Господь открыл слуги одному В один трудный момент Когда диагноз поставили Очень страшный Его жене Там была опухоль у него Это потрясло семью И в момент, когда семья пошла спать уже посреди ночи Он пошел, взял гитару акустическую И в скорби своей Начал молиться Господу В этом испытании И в тот момент испытание Родилась эта хвала Бог неизменный Нет подобного тебе Испытания изменяются Диагноз меняется Но ты, Господь, не меняешься Ты все тот же И Бог принес важное назидание Об испытаниях Они не приходят, чтобы разрушить нас Это время восстановления Потому что Бог делает все, чтобы восстановить Это время восстановления Чтобы восстановить стены Когда приходят испытания Когда приходят испытания Многие вещи поправляются в нашей духовной жизни Давайте споем этот псалом В прославлении Господу Это время восстановления Восстановить стены Расположиться, чтобы трудиться И не смотреть назад Бог неизменный Нет подобного тебе Имя твое Я Есим Ты великий Эль Шадай Он Альфа Он Омега Он первый и последний Неизменный Бог Всемогущий Всезнающий Вездесущий Неизменный Бог Расположись Сражаться Защищая Эту работу Святого Духа Не бойся Потому что Бог твой Уже дал тебе Победу Альфа Водопад Субтитры создавал DimaTorzok 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 27-10 притчей Не покидай друга твоего и друга отца твоего Книга притчи Это книга мудрости Практических советов для этой жизни Которые доносят до нас принципы поведения, ценностей, которые наставляют человека о том, как ему должно себя вести, устанавливают границы И которые приводят человека иметь жизнь мудрую Это ясно в том стихе, который мы зачитали Мы видим, что это совет, да? Не покидай друга твоего и друга отца твоего Это мудрый совет И здесь вот совет Не бросай друга твоего Друзей нужно хранить, не бросать И мы живем в том стихе И мы живем в том стихе И мы живем в такое время, когда многие теряют хороших друзей из-за каких-то мелочей Из-за идеологии какой-то Иногда из-за спорта Нет, друзей нужно хранить Он говорит, не покидай друга отца твоего Человек, которым твой отец рассказывает, да? Что он дружил с тобой столько лет Вместе прошел через трудные времена Не покидай друга отца своего Но самое важное, что у Слова Божьего есть пророческий смысл В Слове Божьем основная суть ее, она пророческая Потому что слово, оно вечное Дух Святой помогает Церкви понимать Слово за буквой Потому что существует логос пророческий Божий И Слово Божье говорит, что у человека есть два друга Которых мы хотели представить в Слове Гости, которые подключились к нам Кого пригласили, знакомые Кто-то может сказать, у меня нет друзей Я один в жизни, у меня никого нет Многие чувствуют себя в одиночестве И через Слово Божье сегодня ты узнаешь И если захочешь, ты можешь принять Что у тебя есть два больших друга Первое выражение Не покидай друга твоего Это твой друг Он твой друг У человека есть друг Иисус, он друг человека Когда Лазарь заболел Брат Марфы и Марии И они послали предупредить Иисуса Он говорит Лазарь, друг мой Болен Я иду пробудить его Иисус называет человека другом Посмотрите, замечательное выражение Когда он говорит с учениками своими Нет ни у кого Большей любви Когда кто-то отдает жизнь свою За друзей свои Иисус отдал жизнь за кого? За людей И так он и называет людей И нет больше любви Когда кто-то отдает жизнь свою За друзей своих Посмотрите, возлюбленные Что это за друг? Это истинный друг Который способен умереть За друга своего За друзей своих И нет больше любви Он говорит Я отдаю жизнь мою За друзей мои Иисус называет человека другом Даже предателя Даже Иуду Когда он приходит Предать его Он уже взял деньги За него Мы бы разозлились Если бы мы знали Мы бы возмущались Мы бы очень грубо Обратились к Иуде А он Иуду называет друг Для чего ты пришел? Он смотрел на Иуду Как на друга Потому что он сам Друг человека Может быть он хотел Показать Иуде Что тот кто тебя обманул Чтобы предать меня Они не друзья твои Я друг твой И несмотря на то Что Иуда сделал Иисус к нему Подружески относился Что это за любовь? Я такие ужасные вещи надел Ты можешь сделать Может ты и сделал Ужасные вещи Но Иисус Он друг твой Он друг человека Он верный друг И когда мы смотрим В Евангелиях Мы видим Что Иисус Был другом Грешников Он был другом Грешником Религиозные люди За это Осуждали Он друг грешников И мытарей Когда он На Марию Магдалину Обратил внимание И говорит Вот он друг Грешников И мытарей Потому что Иисус действительно Друг грешников Чтобы Преобразить их Чтобы поправить пути Чтобы привести их в вечность Мы живем в мире Когда Концепт дружбы Он Очень Неопределенный Потому что Мы видим Много Да Сегодня Потому что Люди дружат Из-за того Что ты можешь Предложить им Или что ты можешь Сделать Друзья Из-за интересов Из-за обстоятельств Когда Обстоятельства Исчезают Или возможности Исчезают То и друзья Исчезают Но у Иисуса Нет никакой Заинтересованности Человек не может Предложить Иисусу Ничего Чтобы у него Не было бы Иисус избрал Быть другом Человека Он избрал Благословить Человека Любить Человека Нет другого Интереса Только любовь Великая любовь Божья Иисус Это выражение Любви Божьей Он истинный Друг Он верный Друг Он вдруг Во всякое Время Это интересно Что Любой друг Настоящий друг Истинный друг Он всегда готов Ходотайствовать За другого Помочь Бросаться За другого Да Когда мы В какие-то Трудности Попадаем Или друг Который Попадает В трудности Мы начинаем Молиться Господь Помоги Другу Моему Или за друзей Ходотайствуем Просим Кого-то Помощи И Библия Говорит Что Иисус Он сидит Одесную Бога Отца И Он Ходотайствует За нас За друзей Своих Потому что Он друг Человека Он Одесную Бога Отца И ходотайствует О нас Потому что Он друг Каждого Из нас Это Замечательный Момент Господь Вечности Рядом С Отцом Вот Тот Друг Мой Нуждается Она Там Страдает Дочь Моя Потому что Не существует Дружбы Без Посвящения Когда человек Не отдает Себя Не посвящает Себя Не существует Истинной Дружбы Друг Который Всегда Расположен Помочь Даже Выставиться Иногда За друга Своего И Иисус Отдался За человека Выставился За человека Пострадал За человека Он Расположился И отдался На Голгофский Крест За человека Из-за Любви К человеку И Захария Пишет Об этом Как будто Разговор Вечности Когда спрашивают Что это За раны На руках Твоих На ногах Твоих И Иисус Пророчески Отвечает Эти раны Которыми Я был Ранен В доме Друзей Моих Это так Он видит Людей Как друзей Своих Он умирает За друзей Своей На Голгофском Кресте Чтобы Помочь Им Он Ходатайствует За друзей Своих И здесь Есть Выражение Которые Совет Слово Божьего Не Оставляй Друга Твоего Не Покидай Друга Твоего Это Совет Библейский Не Оставляй Друга Твоего Не Оставляй Господа Иисуса Мы Живем Во времена Отступничества Когда Многие Оставляют Иисуса Востают Против Него Не Оставляй Господи Не Оставляй Его Присутствие Друзей Дружбу Нужно Хранить И Он Величайший Из друзей Он Больше Всех Как Мы Сказали В самом Начале Иногда Видим Что Люди Теряют Друзей Из-за Каких-то Мелочей Из-за Глупостей Иногда Из-за Спорта Из-за Мнения Какого-то Годы Дружбы Вдруг Рассыпаются И Мы Видим Сегодня Что Люди Теряют Друга Иисуса Христа О мелочных Плотских Вещах Проходящих Вещах Временных Вещах Теряют Вечного Друга Небесного Друга И Сегодня Все Те Кто Здесь Когда Друг Приходит Ему Всегда Добро Пожаловать Когда Друг Настоящий Это всегда Радость Когда Друг Приходит Им Всегда Добро Пожаловать Не надо Там Бежать Сразу Все Убирать Прибирать Потому что Они Друзья Настоящие Перед ними Не надо Вычуриваться Или маску Одевать Ты Можешь Принять С радостью Этого Друга В своей Жизни В своем Доме Истинного Друга Иисуса Христа Тебе Не надо Прихорашиваться Для него Но Текст Говорит Еще Об Одном Друге Он Говорит Не Оставляй Друга Твоего Иисус Друг Твой Не Друга Отца Твоего Это Второй Друг Мы Видим В тексте Присутствие Троицы Отец Это Бог Отец Друг Это Господь Иисус А Друг Отца Твоего Это Дух Святой Как Пророк Иоанн Креститель Говорит У Кого Невеста Тот Жених А Друг Жениха Он Радуется Дух Святой Он Радуется Никогда Не Оставляй Друг Отца Твоего Никогда Не Оставляй Дух Святого Потому Что Дух Святой Это Друг Который Всегда Рядом С Человеком Это Выражение Относящееся Мы Все Уже Прошли Через Это Когда Ты Познакомишься С Другом Отца Своего Которые Помогали Друг Другом Которые Через Трудности Вместе Прошли И Ты Приходишь Я Друг Там Я Сын Того 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 Или Я Друг Того Человек Сразу Меняется Из-за Дружбы Которой Ты Сын Того Того Ты Ты Друг Мне Отца Того Сын Сын Друга Моего Сразу Переносит Любовь Которая Отца Он Переносит На Твою Жизнь Это за то, что Дух Святой делает, Он передает на нас любовь Отца, любовь, которую Он любит Отца. Надежда, она не сконфуживает нас, потому что любовь Божия была излита в сердца наши Духом Святым. Дух Святой, Он принимает нас из-за любви к Отцу. Мы недостойны этой любви, мы человеки, мы грешники. Но когда ты принимаешь Господа Иисуса, ты становишься Сыном Отца, ты должен знать об этом, ты Сын Божий. И потому что ты, Дитя Божье, Дух Святой будет заботиться о тебе, Он будет помогать тебе, Он будет принимать тебя с радостью и за любви к Отцу. Потому что когда ты знаешь сына какого-то друга своего, близкого, если у тебя есть хороший друг, у него есть сын, «А, я сын такого-то», «А, ты его сын, ты сын другому». Мы к нему как к нашему ребенку относимся, как будто наш ребенок. Тебе чего-нибудь нужно? Чем тебе помочь? Сразу как бы мы располагаемся. Дух Святой. Он великий помощник человеку из-за любви к Отцу. Если ты проходишь испытания, трудности, ты печален весьма. Дух Святой помогает человеку, потому что ты Сын Божий, потому что ты Сын Отца Небесного, и Дух Святой будет помогать тебе. Сколько раз отец просит друга своего позаботиться о сыне. Когда друг настоящий, у него уже есть эта забота, это посвящение. Если ты уезжаешь куда-нибудь, присмотри за сыном моим, за семьей мы, если что-то нужно, будет позаботиться. Отец просит, да, позаботься там о моем сыне, или прими там моего сына, позаботься о нем. И Дух Святой, он друг Бога Отца. Он получил от Отца эту просьбу, потому что Дух Святой здесь на земле, вместе с церковью, чтобы заботиться о церкви. И отец попросил, позаботься о них, о детях моих, позаботься о них. И теперь совет Божий тебе дается. Бог дает тебе совет. Не оставляй друга Отца твоего, не оставляй Духа Святого, не оставляй духовные дары, не оставляй сил крови Иисуса, не оставляй действия Духа Святого, не оставляй Духа Святого. Друг Отца – это наш друг. Это не время изгонять Духа Святого с богослужения, из нашей жизни, потому что Он получил от Отца просьбу. Отец попросил друга своего, чтобы Он позаботился о нас, чтобы окружал нас своей заботой. Дух Святой, он друг Отца. Он всегда рядом с нами, чтобы в трудной ночи, в холодную ночь согревать нас. Вы, кто в нас, в гости пришел к нам, если вы можете считать, если вы считаете, что у вас нет друзей, сегодня вы можете принять двоих хороших друзей, лучших друзей в этом мире, что Дух Святой недалеко от вас. Он присутствует через Слово Своё. Представьте сцену, да, такую, когда друг Отца твоего, друг Отца твоего стучится в дверь твоего дома, которого ты никогда не видел, которого ты не знал сам, лично. И многие, кто слышит нас, не знают лично Духа Святого. Отец рассказывал о Нем много историй. Может, ты знаешь какие-то факты. Ты уже увидел, ты слышал много историй об этом друге, но лично никогда не узнал, не познал его. Люди много слышали о Духом Святом, но не знают его лично. Представьте, друг Отца вашего стучится сегодня в вашей двери, да. Вы иногда смотрите, здравствуйте, а кто вы такой? Нет, я друг Отца твоего. Я друг Отца твоего. Он тебе рассказывал о том, о том, о том, о да, он мне всегда рассказывал, через что вы прошли вместе, где вы вместе были. Отец только рассказывал о вас. Это Дух Святой. Отец говорит о Духе Святом, Светхого Завета о нам. Отец рассказывал человеку, об этом друге, начиная Светхого Завета, и залью от Духа Мого на всякую плоть. И дети ваши будут видеть весение, да, и сновидение будут старцем вашим. Я заберу каменные сердца, отдам сердца плотяные и новые со дня Пятидесятницы. Бог говорит о Духе Святом, который крестит, освобождает, преображает, дает рождение свыше, приносит дары Духа Святого, плоды Духа. Отец говорит о великом Друге уже много времени, но есть много людей, которые не знают Его. Я слышал много о Духе Святом, но я Его не знаю. Но я Его не знаю еще. Он зажигает наши светильники, Он преображает нашу жизнь. Дух Святой присутствует через Слово. Он присутствует в искренней молитве. И ты можешь сказать, войди, ты друг Отца моего, я слышал о тебе, заходи. Кто знает, может быть, сегодня ты хочешь открыть для Него двери все-таки. Господь, я хочу сегодня принять Духа Святого. У меня нет этой силы. Ни у ангелов нет этой силы, но Иисус, Он может дать тебе Духа Святого. Открой сердце и прими Духа Святого в своей жизни. И ты можешь закончить это богослужение с нами, с двумя лучшими друзьями. Иисус твой друг. И друг Отца, это Дух Святой, то Он будет заботиться о тебе из-за любви к Отцу. Давайте мы вместе споем Псалом. Я чувствую твое прикосновение во мне. Я чувствую тепло твое, как оно согревает сердце мое. Я слышу голос твой. слуга мой, не бойся, я тебе буду помогать. Когда наступит борьба, испытание, не смотри назад. Смотри ввысь, и ты достигнешь победы. Ибо свыше приходят победы наши. И Христос готов услышать тебя. Не думай, что все кончено. Потому что Бог сражается за тебя. Прославляй. Просто прославляй. Возвысь голос и благодари царя до Господа. Аминь. 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 Редактор Корректор Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь 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 горячей линии 24 часа в сутки. Есть пастора, которые готовы, чтобы отвечать вам на телефон и молиться с вами. Мы закончили. Всем вам мир Божий, возлюбленный! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok